Небезвесток сникло. В Жлобине установили имены двух летчиков, останки оких были знайдены летом недалеко от города. Прас 77 годов. Их урочисто перопаховали в братской могиле у райцентры. Кем были этой мужной хлопцы? Доведалась Аганна Корольчук. В этой скрыне то и не многое, что засталось и от летчика, молодшего лейтенанта Митрофана Барейкина и поветренного стрелка, молодшего сержанта Давида Гранника. Их самолет был сбитый в 1943 году подчас выконания операции «Багрытийон» и знайдены пошуковым отрадом только этим летом. Зараз останки отважных хлопцев вязают до местопахования в сопровождении колонны. К этому попередничала великая и складанная праца. Наша сдымочная группа была светкой того, как и шли раскопки. Место крушения показал Жихар Жлобина, который в детстве бачил этот самолет в районе везки Луговая Вирня. Советский штурмовик Ил-2 настолько глубоко пошел под землю, что для работ потребна была спецтехника. А кроме останков двух солдат были знайдены решетки винта, редуктора и бронелисты, частка бензобака, броневое шкло, шасси, а так само два реактивных снарады. И никаких особистых речев, которые бы допомогли в пошуках именов загинувших. В вынику высветлить особую последовательность пазе удалось, одякуючи бортовому номеру самолета и номеру авиационного руховика. Отказ поступил из архива в Министерство обороны Российской Федерации. По боевому заданию они вылетели в район Жлобина для бомбежки минометных позиций немецких. Как этот самолет оказался в районе моста, это нам. Ну, здесь рядом, расстояние небольшое. Ну, видимо, они решили бомбить мост. А зенитная артиллерия здесь сбила этот самолет. В этот день вылетело два экипажа, и оба не вернулись из боевого задания. И оба погибли. Один экипаж мы установили, получается. Сейчас будем пытаться искать второй экипаж, где-то здесь должен быть. В кабине находился 25-годовый уродженец Мордовии, молодший лейтенант Митрофан Барыкин. На его рахунку 18 боевых вылетов и орден червоной зорки, замуженность и героизм. Инициалы червона армейца высечены на мемориале увезцы старые селищи, где живы офицер и где до этого часу живут его близкие. Для пошиковиков стала саправдным поспехом погода рэц 94-годовый Ниной Вичкановой, женкой брата Митрофана. В войну с 15-ти годов она працавала в тыле. И теперь один, кто может вспомнить и рассказать про загиновшего. Другий член зниклого экипажа – 19-ти годовый поветранный стролог с Харкова – Давид Граник. Снастей огородных пакуль не удалось. Усяго за 10 годов в Жлобинском районе установили имены 1200 невядомых червона армейцев, и эта работа протягнется. Этот случай уникальный в связи с тем, что в последнее время очень затруднительно и нечасто бывает такое, что при нахождении останков удается найти информацию о том, кому они принадлежат. Но в данной ситуации это все получилось. И очень хорошо, потому что, к большому сожалению, еще очень много и много тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, остаются неизвестными. Даряча убачить все знайденные элементы штурмовика ИЛ-2 можно у Жлобинским историко-крайзнавчим музея. Ганна Коральчук, Сергей Камко, телерадио-компания Гомельса, Жлобина.